Мед, мясные деликатесы, сувенирная продукция, сладости, текстиль и многое другое. Мурманчане могут увидеть и купить в Ледомом дворце спорта. Компании со всей страны представляют свои товары жителям Заполярья в рамках выставки-ярмарки «Мурманская мозаика-2013». Это действительно мозаика. Яркая, разноцветная и блестящая. Ее составные части – 130 компаний со всей России. Сегодня они готовы порадовать жителей столицы Заполярья своими изделиями. Как и положено на ярмарке, купить здесь можно все. От еды до оригинальной одежды ручной работы. Не всегда поедешь куда-то специально. А мурманский ассортимент не очень-то приводит такое, что массовое что-нибудь такое. А здесь индивидуальное. Так что и швейные, и такие продовольственные великолепные. Я в восторге. Вот текстиль из Иванова. Каждая вещица сделана индивидуально, руками знаменитых ивановских невест. Все только из китайского шелка. Это, конечно, специфический товар, потому что это не дешевый товар, но это индивидуальный товар. Это каждая работа, она неповторяемая. И здесь вложена душа художника, поэтому это красиво и это актуально на сегодняшнем этапе. Есть гости издалека. Например, представители греческого монастыря с острова Родос. Они привезли с собой настоящее греческое оливковое масло и мыло, сладости, чай и многое другое, что в Мурманске днем с огнем не сыщешь. В Заполярье они впервые и охотно рассказывают о монастыре. Мы начнем с того, что самому монастырю почти 200 лет и находятся на острове Родос, одном из крупнейших островов в Греции. История возникновения монастыря началась с появления, вернее с обретения иконы Пресвятой Богородицы на острове в месте, где находились прокаженные. И после обретения иконы остров исцелился. В честь этого явления была выстроена часов, и затем храм, потом преобразовался монастырь. Естественно, куда уж тут до бестульского пряника. Размеры и формы разные, аж в глазах рябит. Конкуренцию традиционному лакомству составляет пряник московский. Изготавливается он полностью вручную. Так что двух одинаковых не найти. Если тульские пряники готовятся, готовится форма из дерева, вырезается деревянная форма, тоже одинаковых нет. Потому что под каждую пряник своя деревянная форма идет. Запекается все. Тоже похожих нет. Мало, но встречается. Здесь чисто индивидуально каждый пряник делает работник своими руками. Несмотря на то, что выставка-ярмарка приурочена к летнему сезону, найти тут можно даже валенки. Из овечьей шерсти, мокрой и сухой валки, крашеные нет всевозможных форм и расцветок. Их можно как шлепки спокойно одевать, и они форму не теряют. Замечательная выставка. Ребята к нам давно уже эти приезжают. И товары, видно, знакомые, и те, которые все покупают. Все ходовые, все хорошие. Да и участники выставки здесь не только продают. Им самим интересно поглядеть на новинки, которые предлагают соседи по торговой площадке. Мы не первый раз участвуем, не первый раз посещаем. От меда до трикотажа появляется, естественно, что-то новое. Вот там человек с коловоротом, который копает картошку. Ну и с каждым годом вещи, которые привозят, становятся более качественными. Все не стоит на месте, все меняется. И выставки меняются вместе со временем. Работать ярмарка будет четыре дня. 16, 17 и 18 мая с 11 утра до половины седьмого вечера, а 19 мая с 11 утра до 16.30.